Всем привет! Это видео о том, как передать изображение с экрана смартфона или планшета на компьютер с Windows 10. В Windows 10 реализована опция, которая позволяет по Wi-Fi выводить изображение со смартфона или планшета на экран ноутбука или компьютера. Основное требование к компьютеру, на который вы хотите вывести картинку со смартфона, это то, что он должен поддерживать технологию Miracast. Есть она или нет, зависит от используемого в устройстве адаптера Wi-Fi. В данном видео будем говорить именно об Android, так как устройство Apple работает в другом стандарте, не Miracast. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удалённым администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, как вывести изображение со смартфона на экран компьютера без проводов? 1. Убедитесь, что компьютер и смартфон подключены к одной сети Wi-Fi. Если они работают в разных сетях, соединение между ними не может быть установлено. После этого откройте на компьютере с Windows 10, на который вы хотите проецировать экран вашего смартфона, центр уведомлений. И выберите меню «Соединиться». В результате откроется окно поиска и подключения беспроводных дисплеев. В этом месте хочу, чтобы вы обратили внимание. Если ваш компьютер не поддерживает технологию Miracast, Windows об этом напишет. Это значит, что беспроводное подключение с таким ПК невозможно. Если такого сообщения нет, кликните по ссылке проецирования на этот компьютер. Откроются параметры проецирования. Установите разрешение проецирования на «Доступно везде» и запрос проецирования на каждый раз требуется подключение. При желании установите ПИН-код или переименуйте компьютер. Теперь переходим к смартфону или планшету. Заходим в «Настройки» «Сети и подключение» «Еще» «Беспроводной дисплей» Обязательно наличие функции «Беспроводной дисплей» или «Беспроводной монитор», как в некоторых версиях Android. Android устройство поддерживает такую функцию, начиная с версии 4.2. В разных версиях Android или оболочках системы от производителей, пункты меню могут незначительно отличаться. Найдите беспроводное подключение, беспроводной дисплей или монитор. Включите данную функцию. В результате, Ваше устройство должно обнаружить компьютер с активной функцией проецирования и отобразить его имя. То, которое присвоено ему в меню «Проецирование ПК». Кликните на имя компьютера для подключения проецирования. В результате, Ваш компьютер запросит разрешение на подключение проецирования. Подтвердите его. И запустится процесс подключения. Проецирование запущено. Теперь на экране компьютера будет отображаться все происходящее на смартфоне. Причем звук также передается. Можно стримить любимую игру. Фотографии, видеоролики или даже посмотреть фильм. Чтобы отключить соединение смартфона с компьютером, перейдите снова на смартфоне в настройки, сети и подключение, «Еще», «Беспроводной дисплей». Кликните на активном подключении с ПК и подтвердите отключение. На компьютере также. Переведите проецирование в режим «Всегда отключено». На этом всё. Если данное видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.